Единственная девушка в отряде спасателей во всей Новосибирской области, но ее это не смущает. Алена Манина знает свою работу. Это ценится всегда и на любой должности. Основное это руководство отрядом, деятельность отряда, документация вся ведется. Ну а уже какие-то крупные ЧАЭС, то соответственно и мы с начальником тоже выезжаем и вместе со спасателем также работаем по руководству ликвидации ЧАЭС. Первое время было нелегко в мужском коллективе и, наверное, больше коллегам, шутит Алена. Раздевалка начала закрываться на ключ, в кабинете появилось зеркало. Да, девушка у нас единственная в Новосибирской области. Это, скажем, пилотный проект нашего руководства. Сложности? Сложности практически нету. Есть некоторые неудобства, потому что все заточено под мужчин, как раздевалка и так далее. А так, в принципе, зато это очень дисциплинирует моих мужиков. То есть они у меня стали такие, ну, внимательные, за речью больше следят. В общем, только на пользу пошло. Иногда, признается Алена, бывает сложно эмоционально. Все-таки спасатели видят чужую беду. Но сам факт, что они оказывают помощь, воодушевляет. Абстрагироваться помогают любимые увлечения. К примеру, туризм и лыжи. Вот и международный женский день не будет в семье спасателя обыденным. Я ищу спортсмен, поэтому у меня соревнования 8 марта. У нас семейный забег будет. Это такая любительская гонка на лыжах. Мы с мужем вдвоем будем на лыжах ехать вместе в паре. Поздравления же от спасателей из Китимского отряда 8 марта принимает не только Алена, но и все женщины. Поздравляю всех женщин, вот буквально всех на свете. Без них у нас жизни нету. Это вообще цель жизни мужчин. Это самое лучшее и настоящее, что у нас есть. Здоровье, счастье в личной жизни, счастье на работе. Всего-всего и удачи. Продолжение следует...